Здравствуйте! Всех зрителей БУК-ТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Ближайшие 30 минут рассказ о событиях Бреста подготовлены корреспондентами нашего канала. В студии Ирина Левчук. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема выпуска. Добрые традиции в Беларуси не теряют своей актуальности. В канун Дня Октябрьской революции в Бресте торжественно открыли дом для военнослужащих и многодетных семей. Новоселье отметят 128 счастливых семей. Что планируют архитекторы и застройщики в новом районе Юзмэр-1? Насколько это интересно и как скоро приезжане смогут оценить все то, что здесь будет возведено? Анастасия Назринплотницкая пообщалась с теми, кто знает об этом все и даже больше. Снижение нагрузки на центр города, улучшение транспортного сообщения, развитие экономического потенциала региона и страны. Функции, возложенные на масштабный путепровод Брестский и Западный обход. Выполняется ли эта миссия? Мониторинг корреспондентов БУК-ТВ. В эфире итоги недели и мы начинаем. Добрые традиции в Беларуси не теряют своей актуальности. Так уж сложилось исторически, что в канун государственных праздников в нашей стране открываются новые объекты социальной направленности. Новоселы получают ключи от квартир, горожане, новые медицинские учреждения, детские сады и спортивные объекты. Это подарок государства, людям. На Брещене существенных подарков было немало. Возобновилось движение по мосту через реку Муховец в Кобрине, открылся спортивный комплекс «Импульс» в Иваново, введены в эксплуатацию молочно-товарные фермы в Березовском и Барановичском районах. В Бресте на этой неделе появилось новое и очень важное учреждение – Центр для детей с аутизмом. Аналогов ему в республике не существует. А сегодня в областном центре на улице Мытной, 8, торжественно вручали ключи счастливым обладателям новых квартир. Новоселье в 16-этажке справят семьи военнослужащих и многодетные семьи. Торжественную миссию вручения ключей от новеньких квартир выполнили почетные гости мероприятия – мэр города Александр Гачук и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин. Всего новоселье отметят 128 счастливых семей. Сюжет с места событий подготовила Людмила Логодич. 7 ноября 2020 года на этом месте состоялась торжественная церемония закладки капсулы с памятным посланием потомкам. Мэр города Александр Гачук тогда пообещал, через год здесь будет построен новый дом. Слово «мэра закон» и уже сегодня современный многоквартирный дом уходит в небо своими 16 этажами. А счастливые новоселы в большинстве семьи военнослужащих получают ключи от собственного жилья из рук почетных гостей. Сегодня у нас событие в жизни города. По сути дела, вот этим домом мы заканчиваем строительство всего микрорайона Юго-Запад-5. Журавль как символ мира. Я думаю, что органично смотрится на доме, а люди в погонах обеспечивают этот мир. Я думаю, что в этом тоже есть какой-то символизм, поэтому пусть в этом доме будет счастье, пусть в этом доме всегда будут только радостные события. Скоро мы в этом году начинаем строить детский сад, буквально недалеко отсюда, на 350 мест. И вообще этот район, по сути дела, один из самых будет комфортабельных с точки зрения проживания в этих районах Юго-Запад. Всем крепкого здоровья! Вообще в вооруженных силах в этом году счастливыми обладателями квартир стало больше 550 семей. До конца года еще прогнозируется 120 семей, которые также получат ключи от своего жилья. И, насколько я проинформирован, даже вот в Бресте в конце месяца будет еще один дом сдан, где 30 семей наших военнослужащих тоже получат свои квартиры. Это дорогого стоит. Мне хочется поздравить здесь присутствующих с таким вот действительно значимым в жизни событием. Конечно же, хочется пожелать, чтобы в этих квартирах был только детский радостный смех, чтобы его было побольше, чтобы царила любовь и взаимопонимание. Совсем скоро дом заполнят 95 семей военнослужащих и 33 многодетные семьи. С особым нетерпением ждет новоселье в свою четырехкомнатную квартиру на 104 квадратных метра и семья Деменюк, в которой четверо детей. Ведь о своем жилье мечтают давно, на очереди с 2013 года. У нас очень большие комнаты, коридор большой. Я буду в комнате с Назариком, это мой младший братик. Приходили уже, смотрели дважды квартиру. Мы строим какие-то планы, где-то то, где-то то будет, где чья комната. Для Оленьки мы сделаем отдельную комнатку, самую-самую красивую для нашей принцессы. Оценят по достоинству все преимущества и другие жильцы. Ведь предварительно администрациями районов города совместно с предприятием «Брестжилстрой» была проведена большая работа, в ходе которой выяснялись предпочтения будущих владельцев 128 квартир. Одно из них – сдать дом без отделки. Это третий дом 16-этажный нашей конструкции, который построен вообще в истории Брестжилстроя. Разработан хороший проект, 16 этажей, комфортный дом, хорошие планировки здесь. И учли все варианты для проживания семей, особенно многодетным. Поэтому мы не жалеем, что имеем такой проект. Дом, к слову, панельный, органично вписывается в ансамбль микрорайона. Его украшение – замечательная лоджия со стеклопакетами, а будущие жильцы уже оценили энергоэффективность. Благодаря утепленным стенам и регуляторам отопления не придется переплачивать в холодный период. Важно и то, что отделка не помешает создать дизайн мечты с нуля. Это сделает и семья Завадич, квартира которой на предпоследнем 15 этаже. Мы получили ключи сегодня от нашей двухкомнатной квартиры. Площадь наша составляет 61 квадратный метр. У нас будет проживать трое. Для нас это достаточно большая площадь. Здесь у нас будет находиться кухня, зал и далее будет спальня. Квартиру мы планируем делать в светлых пастельных тонах. Это немного увеличивает визуально квартиру. Очень удобно расположение балкона на кухне. Это будет давать больше освещения нам. Очень долго ждали этого момента. Жили и у родственников, и снимали, переезжали. Очень ждали, лет 13 года ждали. Мы очень рады, что получили сегодня ключи от этой хорошей квартиры. Еще один дополнительный бонус жителям верхних этажей. Потрясающий вид из окна. Завораживает даже в пасмурный день. Отсюда город как на ладони. Но и это не все плюсы. В доме все продумано для новых жильцов. Ведь здесь будет много многодетных семей. Панорамное стекление, комфортная планировка, широкие места общего пользования, а также два лифта. Строительство жилья для военных продолжится и дальше. В этом заверил председатель Брестского госполкома Александр Рогачук. Брест всегда характерен и будет характерен особым отношением к людям, которые служат родине в вооруженных силах, носят погоны на плечах. И я заверяю всех, что это бережное отношение, тем более это взаимное отношение, оно будет дальше продолжаться, в том числе в реализации вот таких проектов. По итогам 2021 года, я озвучиваю эту цифру, впервые мы удвоили количество жилья, которое предоставили людям погоны. И в новом микрорайоне, который строится вдоль улицы Рябцево, уже сейчас идет строительство, заканчивается строительство. Очевидные квартиры для военных людей. Поэтому и в микрорайоне Юго-Запад-1, который уже последний в освоении в этой части, то же самое, я думаю, мы сделаем еще один военный дом. Людмила Логодич, Александр Воронин, Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Строительство – это одна из тех тем, которая для областного центра продолжает быть актуальной в контексте рационального использования имеющихся территорий. Так постепенно строители и проектировщики подходят к работам на участке, названном условно ЮЗМР-1. Говоря проще, это пока свободная площадка, встречающая тех, кто въезжает в Брест с территории Польши. Под застройку нового микрорайона выделено больше 30 гектаров. Что планируют архитекторы и застройщики? Насколько это интересно? И как скоро брещане смогут оценить все то, что здесь будет возведено? Анастасия Ноздрин-Плотницкая пообщалась с теми, кто знает об этом все и даже больше. Пустырь, встречающий всех, кто въезжает в Беларусь с территории Польши, это и есть тот участок, который проектировщики называют ЮЗМР-1. Рядом уже существует массивный жилой район ЮЗМР-3, ЮЗМР-4, ЮЗМР-5. Очередная финальная для этой части города строительная площадка должна не только вписаться в имеющиеся условия, но и дополнить инфраструктуру. Кстати, именно тем звеном, которое позволит реализовать модную нынче функцию «Город в городе». Институт Брестпроект приступил к разработке архитектурного решения юго-западного жилого района в 2020 году. Согласно плану, здесь будет создана плотная и уютная застройка, где во встроенных помещениях первого этажа расположатся различные магазины, студии, бутики. Что город будет иметь в результате реализации этого объекта? То есть мы получим новый микрорайон в городе, который рассчитан на 150 тысяч метров квадратных жилья. Это примерно на 5,5 тысяч населения. И площадь порядка 30 гектар этой территории. То есть это будет современный микрорайон, в котором уже в полной мере реализуется концепция дворов без автомобилей. То есть можно будет спокойно выпускать детей на прогулку, не опасаясь, что они попадут под проезжающие автомобили. То есть парковки разнесены по внешнему периметру микрорайона. То есть максимальное внимание уделено благоустройству, озеленению именно открытым, чистым дворовым территориям. Да, на карте проект выглядит необычно, но еще лучше его особенности раскрывает модель визуализации, которую, кстати, мы показываем впервые. Обязательными объектами будущего микрорайона станут школа, многоуровневый паркинг, многофункциональные общественные центры, пешеходные аллеи, предусмотренные площадки под бизнес-помещения. Минимум лишних и неприглядных локаций. Даже контейнеры прикроются навесами или вовсе будут заглубленными. Этажность домов самая разная. Кстати, каждый двор получит свое озеленение, что особенно оценят будущие жители микрорайона. Естественно, озеленение предусматривается, и оно составляет 25-30% от общей площади озеленения. То есть, если у нас микрорайон занимает 30 с небольшим гектар, то есть, можно представить, четвертая часть этого будет отдана под зелень. И тем более сейчас уже, как правило, закладываются деревья не маленькие, а уже крупномерные, для того, чтобы все-таки быстрее формировать зеленый облик. Опять же, в наше озеленение возвращаются кустарники, то есть, не только газон, который посеяли и все, а деревья, кустарники, то есть, все виды зелени, они предусматриваются. И учитывая то, что это будет как такая большая протяженная пешеходная аллея через весь микрорайон, с последующим строительством пешеходного мостика в следующую часть, где будет размещаться школа, административно-деловой центр, это вся пешеходная связь, плюс пешеходное направление в сторону Брестской крепости, оно как бы будет и в то же время и с озеленением, и со всеми удобствами для пешеходов. Юго-западный микрорайон 1 замкнет масштабное строительство на западном направлении города. Его территория ограничена Варшавским шоссе, улицами Грибоедова, Мытной и еще одной, пока не названной магистралью. При въезде планируемый ансамбль продолжит ритм, заданный уже существующей застройкой по улице Интернациональной, Набережной, чередование высотных 13-этажных домов с 5-этажными. Управление капитального строительства, которое курирует ввод всех объектов Юго-запада, уверены, район будет удобным, с учетом того, что совсем скоро здесь заработает еще один объект социального назначения, крупнейший в городе медицинский центр. Сегодня вместе с медицинским центром и микрорайоном Юго-запад 5 мы построили улицу Бориса Маслова, которая выходит буквально, и выходит в медицинский центр. Ну и сделали участок реконструкции Ковицкой трассы, которая будет потом в дальнейшем соединена с Кольцом на Варшавке. Да, глобальность и масштабность проекта ощутимы. Пока же перестроителями задача убрать плодородный грунт, подвести к участку коммуникации. К этим работам здесь приступят уже в ближайшее время. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Эдуард Бакунович, Андрей Щерб, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Факты, цифры, статистика и аналитика. Далее в программе «Итоги недели». Самая большая кольцевая развязка страны, западный обход, появилась в областном центре в 2019 году. Открытие этого масштабного путепровода, который стал своеобразным подтверждением тому, что все дороги идут через Брест, было приурочено к торжественной дате – тысячелетию нашего города. На протяжении двух с половиной лет жители областного центра внимательно следили за каждым километром грандиозного строительства. А потому долгожданное открытие западного обхода, который должен был улучшить городскую логистику, проходило масштабно и празднично, с присутствием главы государства. К слову, на западный обход Бреста возложили сразу несколько задач. Снизить нагрузку на центр города, избавить жителей от пробок, а также стать важным аспектом в развитии экономического потенциала региона и всей страны. Удалось ли выполнить эти обязательства? Ответ на этот вопрос в нашем следующем материале выпуска. Грандиозный проект строительства западного обхода в областном центре начали реализовывать по указу президентом. Планировалось завершить этот масштабный объект торжественный для города дате – к его тысячелетию. На протяжении двух с половиной лет строители метр за метром возводили путепровод через железную дорогу. Да, было непросто. Сложности добавляли не только погодные условия, но и активное движение транспорта под конструкцией. Правда, несмотря на это, брестские специалисты не просто выполнили данные им поручения, а сдали объект на два месяца раньше предполагаемого срока. В центре так называемого бетонного титана расположилась кольцевая развязка, в которой, как лучи, сливаются четыре дороги. Новый путепровод связал погранпереходы Брест, Макрана и Козловича, что значительно улучшило логистику для перевозчиков. Объект позволил разгрузить транспортное сообщение, качественно переформатировав и городскую логистику. С реализацией второй очереди западного обхода значительно улучшилась транспортная логистика города. Улучшилась также привлекательность проживания граждан таких микрорайонов, как Речица и Дубровка. Появилась возможность перенаправить транспортные потоки по новому путепроводу. Так могу сказать, что раньше с закрытием железнодорожного переезда тратилось на простое до четырех часов в сутки. Теперь, конечно же, мы лишены этих проблем. Но на этом преимущества грандиозного объекта не заканчиваются. Ведь, как известно, для любого города транспортное сообщение районов определяет уровень комфорта. А благодаря возведению западного обхода началось и активное строительство жилых районов в южной и северной частях города. Сейчас у нас ведется строительство нового объекта. Это квартал многоэтажной жилой застройки по улице лейтенанта Рябцева. До 2023 года планируют создать в эксплуатацию до 19 жилых домов для проживания порядка 9 тысяч человек. И, конечно же, в этой связи нами будет проделана определенная работа по улучшению транспортного обслуживания жителей, по увеличению количества рейсов, автобусов, которые обслуживают улицу лейтенанта Рябцева. Западный обход – это четыре дороги, которые соединяются в Большое кольцо. Именно оно организовывает движение на верхнем уровне, а под ним находятся пять железнодорожных переездов и улицы, которые никто не закрывал. Таким образом, масштабная конструкция, а именно ее верхний и нижний уровни, используется горожанами на 100%. С конца 2019 года все маршруты экспрессного сообщения, которые проходят в микрорайоны Речица, Дубровка, лейтенанта Рябцева, все были перенаправлены через западный обход. Городские автобусные маршруты по направлению Дубровки и лейтенанта Рябцева также были перенаправлены по западному обходу. Единственное, что не были перенаправлены городские автобусные маршруты, обслуживающие микрорайон Речица. Маршруты, которые обслуживают Речицу, остались под мостом, потому что, например, с улицы Веселой, чтобы выехать на мост, необходимо осуществлять левый поворот, потом ехать где-то метров 500 и снова подниматься на мост. Это лишний пробег, лишние затраты, время водителей. То есть, в настоящее время даже быстрее проехать под мостом именно с Речицы, подчеркиваю. С Дубровки под мостом проехать тяжело по времени. Вопрос, насколько стало удобнее и комфортнее с открытием западного обхода, скорее риторический. О долгих пробках на железнодорожном переезде все благополучно забыли. Вместе с тем, у многих отпала необходимость ехать через центр, чтобы попасть в другую часть города. Экономия времени и нервов колоссальная. Водители маршрутных такси подтверждают. Благодаря путепроводу стало намного лучше и с недовольством вспоминают былые времена. Стоишь в пробках, переезд закроется и все, и стоишь по полчаса, по часу, опаздываешь все время. Сейчас такой проблемы от понимания? Нету такой проблемы. Здесь, ну, мост открыли, стало намного проще. Раньше в пробках стояли постоянно, сейчас спокойно едешь. Раньше в пробке станешь, что 20 минут можно было стоять. Сейчас спокойно, по времени, если по графику, перевозить людей из точки А в точку Б с появлением на карте города западного обхода стало в разы быстрее и комфортнее. Правда, вместе с хорошим транспортным сообщением районов и строительством новых жилых комплексов появилась необходимость в увеличении подвижного и водительского состава. В 2021 году было приобретено 6 новых автобусов. До конца года планируется приобрести еще 9 новых троллейбусов. На 2022 год запланировано при условии достаточного финансирования покупка еще 21 автобуса и 14 троллейбусов. Также значительно на предприятии увеличена зарплата для водителей. Постоянно проводятся ярмарки вакансии, также обучение водителей категории Д за счет предприятия. И поэтому, пользуясь случаем, я хочу пригласить всех желающих иметь достойный уровень зарплаты, обращаться в коммунальное и унитарное предприятие Брестское общественное транспорт для дальнейшего трудоустройства. Резюмируем. С тем количеством задач, которые были возложены на западный обход Бреста, а именно снизить нагрузку на центр города и избавить жителей от пробок, а также стать важным аспектом в развитии экономического потенциала региона и всей страны, этот грандиозный объект справляется. Мы вновь возвращаемся к самой актуальной теме. По своим масштабам она перекрывает значимость большинства информационных поводов. К сожалению, это все еще коронавирусная инфекция, не спешащая дать нам всем спокойно выдохнуть. Сегодня в стране порядка 20 тысяч 600 человек болеют, отчаянно борются за свою жизнь. Общее число заражения и коронавирусной инфекцией в Беларуси более 600 тысяч показатель не стал меньше, а только вырос. У кого-то болезнь проходит легко, у кого-то с серьезными осложнениями, а кого-то уже нет с нами. Официальная статистика говорит, что и число умерших продолжает расти. Более 4712 жизней уже унесла инфекция. Вот такие пугающие показатели. О чем это говорит? О том, что мы принимаем меры не в достаточной степени, а некоторые из нас все еще относятся к ситуации не так серьезно, как стоило бы. Но есть в городе люди, которые за дня в день лицом к лицу сталкиваются с вирусом и как никто другой точно знают, насколько он опасен. Это врачи. В нашем следующем выпуске мы расскажем о некоторых из них, несущих свою службу в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи в этот непростой период. В ситуации с коронавирусной инфекцией по городу, к сожалению, оптимизма пока не наблюдается. Число болеющих людей неизменно растет, но темп этого роста немного замедлился. Как отмечают врачи, мы сейчас находимся на плато. Сейчас тот самый момент, когда нельзя отступать, нужно продолжать применять всевозможные антиковидные меры, лидером которых является вакцинация. У нас тяжелые пациенты, если они находятся в стационарах. Я еще раз подчеркну, что на дому у нас лечатся не тяжелые пневмонии. Если брать даже сейчас соотношение, те, которые лежат в стационаре, и те, которые лечатся амбулаторной пневмонии, их примерно ориентировочно 50 на 50. Вот такая ситуация у нас обстоит. Но, естественно, тяжелые находятся в реанимационных отделениях, в палатах интенсивной терапии. Мы затронули эту тему, где находятся наши вакцинации. Я хочу подчеркнуть, те, кто вакцинирован, во-первых, около 29 раз, в 29 раз меньше идет госпитализация, и практически, 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 стопроцентная гарантия тяжелого развития событий и наступления неблагоприятного исхода. Это не о нет себя, это, говорю, это не о тебе, это первое данное. Данное Всемирной организации здравоохранения. В Бресте для оказания помощи ковидным пациентам, которым необходима госпитализация, задействованы два стационара. Это центральная городская больница и городская больница номер один. Это всего 1370 коек. Но это не значит, что другие больницы и их работники испытывают меньшую нагрузку. Это непростое время для всех подразделений врачей. В особо сложные периоды в работе с ковидными больными привлекались дополнительные специалисты, например, кардиологи, офтальмологи, лор-врачи. Сильно изменилась жизнь работников Брестка городской больницы скорой медицинской помощи, ведь из-за перепрофилирования других учреждений здравоохранения нагрузка всех отделений больницы возросла в разы. Мы увеличили травматологию на 20 коек увеличили. Соответственно, вся травматологическая помощь, которая в городе экстренная, она оказывается у нас круглосуточно, легла сильно за счет того, интенсивнее стали работать хирургическое отделение. Из-за того, что мы дежурим круглосуточно, легла повышенная нагрузка на рентгенологическое отделение и тоже увеличили количество рентгенологических коек. Они у нас не ковидные, но плюс 6 коек добавили. Рентгеновское отделение и КТА, это у нас вспомогательные службы, они так же, как и все, работают с повышенной, даже сказал бы, с верхней нагрузкой, особенно компьютерный томограф, который установили в нашем учреждении к тысячелетию города. За последние почти два года уклад работы рентгенологов в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи действительно видоизменился и усложнился, так как лучевые методы исследований, применяемые для диагностики у пациентов с подозрением на наличие коронавирусной инфекции и вирусных пневмоний, такие как рентгенография и компьютерная томография, одни из основных. Сейчас практически все болеющие или переболевшие брещане точно пользовались как минимум одним из них. Каждый из этих способов совершеннее другого. Если у врача возникают вопросы по снимку флюорографа, то он отправляет пациента на контрольный снимок органов грудной клетки. Если вопросы возникают и на рентгенограмме, пациента отправляют на компьютерную томографию. Мы единственные на сегодняшний день уже второй год дежурные по травпункту. Туда приходят пациенты. В приемный покой обращаются пациенты те, которые заболели, но в ЦГБ нет, температура высокая, они может в поликлинику не пойдут, а обращаются в наш стационар. И рентгенограммы грудной клетки делаются, ну, я, наверное, практически всем. У нас количество исследований по сравнению с 2020 годом, когда мы уже работали в условиях ковида, на 7 тысяч исследований у нас выросло. Да, количество исследований. Вот именно в нашем отделении. Я только говорю про рентгеновское отделение. Куда больше выросла нагрузка у специалистов компьютерной томографии. С приходом ковида количество исследований возросло в десятки раз. В среднем это 1200-1500 в месяц. Компьютерная томография это более модифицированный рентгеновский метод, так как он обладает больше разрешающей способностью в сравнении с плоскостными изображениями, что позволяет поставить более точный диагноз. Например, определить степень поражения легких. Кстати, в этом моменте у обывателя есть множество заблуждений. Это все индивидуально, оно зависит от состояния организма. У кого-то 5% а клиника может держаться достаточно выраженной температуры, одышка. Есть пациенты, которые имеют поражение 50%, даже более. По сути, пришли, потому что поднялась температура, решили сразу, чтобы не пользоваться рентгеном, сделать КТ. То есть, с клинической картиной КТ картину не всегда коррелирует. Многое зависит от клиников и от клиники и лабораторных показателей. Поэтому, если вам там написали 20-30%, это не значит, что нужно готовиться к самому худшему. А еще есть один важный момент. Не стоит паниковать заранее, прибегать именно к этому методу диагностики, если нет четких показаний, ведь его лучевая нагрузка очень высока. Если вы заподозрили у себя, пусть даже сразу коронавирусную инфекцию, пускай лучше сначала обратиться к терапевту, чтобы он послушал и решил. Потому что можете прийти на компьютерный томограф, ну, опять же, уйти, можно сказать, как бы ни с чем. Ну, как бы, ну, смысл от исследования как такого может не быть. Мы, может, напридумывали, так сказать, себе. Ну, напишут, там, 5-10% лечения, может остаться то же самое. По законам эпидемиологического процесса, для того, чтобы снизить рост заболеваемости, количество контактов нужно ограничивать. Никуда не делись правила социального дистанцирования, личной гигиены и, конечно, ношения масок. Ошибочно думать, что лично вам ничего не грозит. В первую очередь, нужно думать об окружающих. У кого-то болезнь может пройти достаточно легко, а кто-то уйдет из жизни, не справившись. Вакцинация сейчас, пожалуй, главная мера борьбы с этой напастью. 4 ноября президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали декрет союзного государства и на заседании высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Об этом рассказали наши коллеги-журналисты республиканских СМИ. Примечательно, что подписание столь масштабных документов прошло в исторически важный день для россиян. 4 ноября наши соседи и партнеры по союзному государству отмечают один из главных государственных праздников – День народного единства. Историческое торжество связано с восстанием Минина и Пожарского. В конце октября 1612 года, а по новому стилю в начале ноября они штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Дата считается днем воинской славы России как официальное мероприятие День народного единства в Российской Федерации с 2005 года. В нашем сегодняшнем материале выпуска мы решили не оставлять эту дату без внимания и рассказать о российско-дипломатической миссии, активно функционирующей в нашем городе. Большое интервью с генеральным консулом Игорем Конякиным, а также с теми, кто занят в этой большой деятельности, подготовила наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. День народного единства, который отмечается в России 4 ноября, это один из значимых государственных праздников. Здесь, в Беларуси, празднуют праздник, мы его как-то по особо отмечаем, но, во-первых, это самое главное, что здесь очень много проживает наших соотечественников, в той же Брестской области, это порядка 15 тысяч, и, конечно, одно дело, когда консульство, так сказать, само по себе этот праздник проводят, другое дело, когда проводятся вместе с соотечественниками, какие-то мероприятия, вместе эти события празднуются. Наше интервью Игорь Юрьевич начинает именно с этого тезиса. Да, этот праздник повод сплотить людей в одном духовном порыве, показать, что каждый в этой большой системе важен, нужен и ценен. Сегодня в Российской Федерации проживают представители 160 национальностей, и, несмотря на различия в языке, культуре, традициях, вместе они все создают сильное и мощное государство. Тождественен этот праздник, по мнению дипломата, из Белорусска, который появился в календаре только в этом году. В целом же важность этого праздника, не проходящей это столпы, этого праздника, это гражданство, патриотизм, любовь к Родине. Все то же самое, что и в вашей стране, в которой недавно первый раз отметил День народного единства. И, наверное, у двух этих праздников и с исторической точки зрения очень много похожего. И с точки зрения современных вызовов у нас это одни и те же вызовы. И сегодня, когда одни страны хотят диктовать свои условия, хотят идти по пути санкции, то другие страны, Россия и Беларусь, должны противостоять этому. День народного единства в 2021-м россияне в Бресте встречают не так масштабно. К сожалению, свой отпечаток нанесла пандемия. Однако это нисколько не обрачило радостного настроения. Наоборот, даже небольшие локальные мероприятия встречаются сейчас с особой теплотой. В частности, праздник в российском центре науки и культуры и еще одной площадке, появившейся в Бресте благодаря тесным дипломатическим связям. В День народного единства, находясь здесь, российские соотечественники чувствуют особую сплоченность и понимают, что, несмотря на разделяющие их километры, они вместе. День народного единства появился не так давно в России. Это очень молодой праздник. Но, тем не менее, скажем, если для россиян он тоже значит многое, но вот я, как от имени русских, проживающих за пределами страны, хочу сказать, что для нас он очень важен чем? Что он объединяет ранее разъединенные группы, общности русских, не только русских, вообще так и всех народов, проживающих в России. Замечательно и радостно от того, что теперь и этот праздник нас объединяет. Пусть в разные даты, это не важно, но он есть и в Беларуси, и в России. И, конечно, этот праздник призван в первую очередь объединять наши многонациональные страны, способствовать нашему единению, безусловно. Взаимодействие Беларуси и России достаточно конкретный пример того, как сотрудничество и взаимопонимание между братскими народами может давать результат. Одно из направлений – экономическое взаимодействие. В областном центре активно функционирует совместное предприятие «Брестгазоаппарат». Группа компаний занимается выпуском современной кухонной бытовой техники с высокими потребительскими свойствами. И это лишь один из примеров, когда диалог развивается в практической плоскости. Важная и объединяющая – общая память. Ни одну совместную экспозицию разработали наши ученые и историки для того, чтобы сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны. И работа эта будет продолжена. Ведь страниц, на которые просто необходимо пролить свет, в книге жизни еще очень и очень много. На протяжении многих лет своего существования сотрудники российского консульства реализовывали большое количество различных проектов от социально-экономических до культурных. И каждый из них – это тоже вклад в формирование взаимопонимания между народами. Я уверен, что именно благодаря нашему стороннему взаимодействию, а здесь на региональном уровне, это особенно хорошо чувствуется, что мы фактически одни и те же. Ну, действительно, одно прошлое. И еще раз будет, я уверен, подтверждено, что у нас и одно будущее, единое будущее. Оглядываясь на ту историю, которая у нас есть вместе, которую мы прошли, по-другому быть не может. Беларусь – это, наверное, самое главное наше союзное государство. Союзное государство не только с точки зрения политической, но и с точки зрения человеческой. А переплетение судеб, переплетения каких-то личностных отношений между белорусами и россиянами, они давно стерли ту грань, которая отделяет наши отношения друг к другу, как люди из других стран. И этот фундамент продолжит укреплять будущее поколение дипломатов. Для Игоря Конякина же этот день народного единства последний в должности генерального консула в Бресте. В нашем городе он свою миссию выполнял чуть больше шести лет и за это время очень прикипел душой к областному центру Брещины. И в своем дипломатическом чемодане он увезет не только сувениры. Возвращаясь домой, я везу вот такую, не то, что даже уверенность, я везу чувство то, что Белоруссия будет хорошо, и я еще не раз буду посещать вашу страну. И, наверное, действительно, когда-то уже в пенсии я куплю здесь так называемый домик в деревне. Эксклюзивное интервью подготовили Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щерба и Александр Макаревич специально для программы «Итоги недели». Это были «Итоги недели». Мы встретимся снова через 7 дней. Будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Facebook, Instagram, Вконтакте, а также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Я, Ирина Левчук, желаю вам добрых новостей в ваших домах и, конечно, здоровья вам и вашим близким.